Сегодня 8 марта Сегодня моему каналу исполняется 6 лет И 6 лет назад я пришла на YouTube, чтобы делать что-то интересное Прошло 6 лет, и я все еще делаю то, что мне комфортно И я думаю, что сегодня, 6 лет спустя, пора это изменить И я решила отказаться на неделю от социальных сетей Ну и что, поехали, сюда входят Twitter, Instagram, ВКонтакте, Facebook, YouTube тоже Да, YouTube тоже И сейчас я расскажу вам, что из этого вышло Не скажу, что для меня это большая проблема Но хочется посмотреть, на что будет похожа жизнь, если этого не будет Я думаю, самые сложные были первые несколько дней Потому что руки очень часто действительно чесались просто по привычке Мне хотелось взять телефон не потому, что я знала, что там будет что-то интересное А потому что я привыкла его брать И потому что не то, чтобы было нечем заняться А именно вот этот момент прокрастинации Он очень сильно на меня влиял Я больше не знала, что мне делать, когда я прокрастинирую А прокрастинировать, мне кажется, нужно любому здоровому человеку И тогда я подумала и решила, что я буду гулять Это было такое достаточно спонтанное решение Я, в принципе, люблю ходить пешком И люблю ходить одна Например, слушая аудиокнигу или слушая музыку За неделю, которая прошла с того момента, как я приняла решение сходить в интернет Я прошла столько, сколько, мне кажется, не прошла за предыдущий месяц Я стала чувствовать себя лучше в плане здоровья Я увидела у меня такие ножки И, в принципе, абсолютно все моменты вот этой положительной прокрастинации Давали мне позитивные эмоции Мне больше не хотелось брать через несколько дней уже телефон Потому что у меня просто была достойная альтернатива Которая приносила мне гораздо больше удовольствия Наверное, еще стоит отметить, почему, собственно, я подумала, что для меня это будет здоровое решение Потому что я стала замечать, что для меня социальные сети стали больше источником нервов И источником беспокойства Нежели какой-то позитивной штукой Для меня это стало место, где я все время ждала, что кто-то меня оценит или осудит В позитивном или негативном смысле Я все время стояла на доске, которая вот туда-туда-сюда И я не знала, чего ждать Я переживала из-за этого Это, конечно, не книжный влог, но совпадение или нет Но книга, которую я сейчас слушаю Очень-очень в тему эксперимента этой недели Как раз говорили про социальные сети Что в итоге мы хотели от них получить Что мы сначала хотели от них получить Что в итоге получили И вот этот самый побочный эффект самосожаления Когда мы что-то видим у кого-то другого Когда нам кажется, что все, что мы видим вокруг Это что-то экстраординарное Либо очень плохое, либо очень хорошее И когда мы понимаем, что мы обычные Мы начинаем жалеть себя Мы начинаем чувствовать себя плохо Мы начинаем спрашивать себя, почему мы обычные И это всегда ведет к негативным эмоциям Да Это было больше во мне Это было про меня, нежели про других людей В итоге просто это было, оказывается Как мне кажется сейчас Постоянное нахождение в социальных сетях Было не для меня Это просто не мой тип Досуга, скажем так Это не то, что мне следует делать Чтобы чувствовать себя счастливой И в общем я гуляла Вернемся к этому Я даже придумала такую игру Которая называется «Знакомая улица» Если я выходила из дома Шла куда-то И я знала эту улицу То тогда я сворачивала на другую И так я продолжала делать До тех пор, пока не выходила в район Который абсолютно не знала Смотрите, какой красивый рынок Что здания, что цветы Просто... О, запахи-то какие И это настолько удивительный опыт Еще и потому, что сейчас я живу в Барселоне И это такой город, который хочется рассматривать Который хочется узнавать Окей, я закончила еще одну книжку Получается вторая книга за два дня И я веню в этом только этот эксперимент Я больше не знаю причин Я прошла сейчас за день 7 километров И такая просто... Не есть чем заняться Я не могу заходить в Твиттер Всю жизнь моя кончена Пойду я погуляю И... Пока это очень полезно Первые несколько месяцев Я просто мало чего видела И плохо представляла себе город Да, я понимала, что есть много разных районов Которые очень сильно отличаются друг от друга Но я не представляла Насколько действительно много красоты Насколько много всего интересного У меня сейчас только один вопрос Как можно не влюбиться в этот город? Со мной это произошло далеко не сразу Но как это можно не сделать? Насколько я за вот это время Смогла просто узнать город Просто понять, что это такое И что здесь за люди И какие бывают интересные местечки И куда можно сходить И какие эмоции можно получить Когда на улице хорошая погода И ты можешь просто совершать прогулки Как в старые добрые времена Как отличить такую солнечную погоду Местного туриста Я уже практически местная Потому что я куртку не снимаю В 20 градусов Второй день подряд на пляже И нет, мне не стыдно за это Я понимаю, конечно, что это не для всех В плане того, что вы можете жить вместе Где очень холодно Или там другие причины Почему вы не можете гулять Но мне кажется, у каждого есть Более достойная альтернатива Нежели целый день сидеть в инстаграме Не знаю, как будто дышится по-другому Может быть, это связано с тем, что Прям такая весна резкая наступила Машина так медленно едет Но как-то дышать проще действительно Не знаю Я нахожусь в парке, который называется Лабиринт И это то, о чем вы подумали Это самый настоящий лабиринт Откуда можно не выбраться Живым Или просто не выбраться Если честно Я уже говорила о том, что как-то дышать легче Но я поняла, что я гораздо меньше стрессую С таким режимом Я в тупике Дальше некуда идти И все меня съели Меньше гораздо стрессую Потому что я ни с чем и ни с кем Себя не сравниваю Я не думаю о том, как надо И в принципе, я на этой неделе Даже фон видео не выкладывала Ну, именно не ходила, не загружала И не снимала И как-то мне спокойнее стало Видимо, для меня это был такой стрессовый фактор Что я не могла с ним мириться Книжка, которую я читала на этой неделе Там как раз автор говорит Что вы должны выбирать Опять тупик Вы должны выбирать проблемы С которыми вы в состоянии справиться То есть решения которых Вам приносят удовольствие То есть, например Вы очень хотите замуж И для вас это большая проблема У вас нет мужчин Но как только у вас появляется мужчина У вас появляются новые проблемы Вопрос в том, с какими проблемами Вы можете и готовы мириться И мне кажется Мне не стоит просто находиться В социальных сетях Как потребитель этого контента Я чувствую себя абсолютно нездорова от этого Я так подумала У меня был момент, когда я хотела прям все удалить А сейчас я думаю Мне не нужно ничего удалить Мне просто не нужно туда заходить Как потребитель Вот и все О, я уже куда-то иду в нормальное место Вот я и вышла из лабиринта Снаружи он кажется Немного более внушительным Нежели когда в нем находишься Я избрала стратегию Я всегда поворачивала направо Если там тупик, то я шла обратно Я опять поворачивала направо И это позволило мне Я думаю, довольно быстро выбраться Скорее всего, там есть более короткий путь Но я не хотела там умереть Господи, там кабан Я серьезно говорю Слышали, девочка хрюкает? Потому что мы видели кабана И он прям здесь И я такая иду, такая Вот и все Вот и мой последний день Кабан! В парке кабан! Простите Слишком excited по поводу кабана Мне надо драпать отсюда А то мне прям страшно Я уже боюсь идти по таким дорожкам Я никогда не была Особенно склонна К какому-то очень Серьезному подходу К блогингу В итоге Я просто стала меньше Переживать о том Что нужно делать Какой контент нужно выпускать Какие хэштеги поставить И там Какое название должно быть Более завлекающим Я стала больше делать Видео Там и фото Потому что они мне Не хотелось их делать такими И сейчас, например Я вот уже Два или три дня Выкладываю фото в инстаграм Я перестала делать подписи Да, я никогда не делала хэштеги Это то, что я с самого начала Себе сказала Да, это инструмент продвижения И многие им пользуются И он действительно может Привлекать подписчиков Но я в этом не заинтересована Мне это неинтересно Я не хочу тратить на это время Но я все же делала Какие-то подписи Иногда они были короткими Иногда были длинными Но иногда мне было нечего сказать И я думаю, что у многих людей Бывает такое Что ты загружаешь фото Ты просто не знаешь Что там написать И сейчас Я пришла к выводу Что если я не знаю Что я хочу написать Я ничего не пишу Мне все равно Сколько это фото В итоге получит Отклик или еще чего Вот это фото Я просто захотела им поделиться Я не хочу становиться Звездой Инстаграма Выложила я фотографию В Инстаграме После недельного Полутора недель Короче говоря Отсутствие Как бы вам показать поближе Но 498 лайков Я понимаю, что для кого-нибудь Сейчас мне нужно вернуться в фокус Для кого-то 498 лайков Это дофига Но для моей Инстаграм-статистики Это просто мертвый сезон Я не знаю, что я должна выложить Видимо, вот это Чтобы фотка набрала Такое количество лайков И сегодня я выложила Себя любимую Вот она я Можно видеть, что фотография Свежая Свежая 201 лайк И знаете что Мне Мне стало искренне Абсолютно Все равно Я перестала проверять Сколько там Дошла Нашла ли фотка До отметки 1000 лайков Если не дошла Что я сделала не так Что мне написать под фото Я не хочу ничего Я ненавижу Подписи Фотография И я всегда это делала Потому что это было нужно делать Я не знаю Я не знаю Как это описать Но я была В жутчайшей Зависимости Независимости Я не знаю И даже не от мнения чужого А от своего мнения И просто Чем я занималась Я не понимаю У меня нет ответов На вопросы У меня нет Рекомендаций Советов Ничего у меня нет У меня есть пока Локальный вывод Для Вот этой ситуации Для меня В этот момент времени Что мне Некомфортно Быть блогером Блогер Не моя профессия Мечты Мне это никогда Не было нужно По-настоящему И Я Такая нервная Была И до того Как я стала блогером А после Это все усугубилось Десять раз Я даже этого не заметила Наверное Стоит отметить Что абсолютно У меня позитивные Эмоции По отношению К тем Что воспринимает Это очень серьезно И кто Считает Что это И хобби И работа И увлечен этим И ему нравятся Вот эти моменты Планирования Но просто Этот эксперимент Показал Что это Не для меня Наверное Моя самая Большая проблема Заключалась В твиттере Я давно Уже говорила Что очень люблю Там сидеть Все дела И в какой-то момент Я поняла Что твиттер Начал работать Против меня Что ты в данную Секунду чувствуешь Ты там это И выплескиваешь И тоже касалось Других людей За которыми я следила В твиттере Это абсолютно Обычные люди Как я Как вы Кто-то блогер Кто-то не блогер Но тем не менее Эти Позитивные моменты Когда они смешивали Позитивные моменты С негативными Мне стало казаться В какой-то момент Что меня давит Чужой негатив Что меня давят Чужие откровения Что меня давит Что я столько знаю О людях И В какой-то момент Я поняла Что я просто Открываю твиттер И меня Немножко трясет даже Наверное сейчас скажу Странную вещь Но один из самых Счастливых дней И в моей жизни Я не знаю почему Я уже близка к тому Чтобы просто Все Нафиг Удалить Кроме тебя И инстаграма Но я туда сходить не буду Это знаете Как Когда там Я не знаю Расстаешься с парнем Или что-нибудь такое Первый Посыл Да Заблокировать его Везде И вот это Эмоциональный посыл Как у меня сначала Был эмоциональный посыл Удалить твиттер Нафиг просто Но потом Когда я подумала Когда я успокоилась Когда я Как-то В себя пришла Я поняла Что Мне все равно В этот день эксперимента Я обедаю И не могу отделаться От мысли Что мне нужно запостить Красивенькую Веселенькую Картиночку в твиттер От которой я ржу целый день И я не могу ее запостить Чтобы все со мной поржали Я обожаю делать Такие Свои Местные мемасики В плане того Что происходит в жизни И иногда В твиттере Это очень популярно И я понимаю Что мне не хватает Вот этого признания Типа Да, ты молодец Да, мне не знаю Лук Да, ты молодец Твоя чувство юмора Лучше всех Я терплю Нет Я не захожу Может быть В какой-то момент Я все-таки удалю его Но не потому Что уже я На каких-то эмоциях Или что-то такое Я уже туда не захожу В плане того Чтобы посмотреть Кто что написал Посмотреть ленту Раньше еще новости Меня очень сильно давили В твиттере Потому что я была подписана На разные рассылки Новостные каналы Так как все-таки Я заканчивала журналистику Есть вот эта привычка Все время скроллить новости Мне это не нужно Это не мое Это не для меня По крайней мере Не для меня сегодня Не для меня сейчас Я просто стала Сейчас Вот сколько уже Там несколько дней Прошло с момента Окончания эксперимента 4-5 дней Я стала Заходить на YouTube Но стала делать это Гораздо реже И я перестала Заходить в подписки Я захожу На конкретный канал Так У меня есть сейчас Настроение Посмотреть видео На такую-то тему Или вот такого-то рода Видео Я просто Или ищу в поиске Или захожу на конкретный канал Где я знаю Что я могу это найти Я перестала Смотреть все подряд Не в смысле Смотреть все видео А вот смотреть все Кто что выкладывает И уже из них выбирать Это бесконечный процесс На YouTube Можно сидеть вечно Вы знаете Я подписана На бесчисленное Множество каналов Какое-то время Я пыталась Немножко чистить это Но это уже Бесполезно Я не хочу сказать Что это прям Помойка Из подписок Но их так много Что я в них уже Не совсем ориентируюсь Есть люди Которых я смотрю постоянно Есть люди На которых я подписалась 2 года назад И просто не знаю Кто это И Сейчас я перестала Заходить В Это называется Творческая студия То есть ты заходишь К себе Смотришь Что у тебя с видео Сколько там просмотров Сколько ты там Я не знаю Заработал денег Какие там комментарии Или еще чего-нибудь Вот это наверное Место Которое конечно же Меня больше всего Затрагивало Эмоционально И от чего я больше всего Переживала Просто загоняешь себя Загоняешь себя Как Как Какое-то животное На самом деле И Ты тяжело дышишь И так Что мне делать Как мне жить Почему это так Мне нравится Снимать видео Мне нравится Монтировать видео Мне нравится Делиться с вами видео Эта часть Креативного процесса Мне нравится Аналитика Вот то что нас В Ютьюбе Много лет Чему нас учили И всякие там Миллион посетил Миллион и один семинар На эту тему И сама На эту тему Рассказывала Как что следить Я знаю Как пользоваться Аналитикой Но просто Это настолько Сильно Выводит меня Из эмоционального Равновесия Что Я думаю Что это просто Не для меня И Тоже касается Вот как это Не больно признавать То же самое Касается Комментариев Мне кажется Это моя Точка зрения Что людям Которым Абсолютно Все равно На чужое мнение Блогерам Они вообще Не будут читать Комментарии Все Они их просто Им все равно И на позитив И на негатив Просто Им все равно Они не смотрят Тем Кому не все равно Им будет не все равно И когда они увидят Позитивный комментарий И когда они увидят Негативный Именно поэтому Совет Который многие Блогеры И не блогеры Все часто дают Не обращай внимания На негатив Не обращай ля-ля-ля Просто не думай Об этом Это невозможно Если тебе все равно Если ты не обращаешь внимания Ты не обращаешь внимания На все Ты не можешь Не обращать внимания На комментарии Васи Пупкина Который говорит Что ты ужасна Когда у тебя 123 положительных комментариев Это невозможно Это эмоционально Невозможно Да Со временем Кожа становится Чуть толще Но все равно Это не для меня И я перестала Переживать Что вот Я не загрузила Видео Там Видео нет Уже неделю Ля-ля-ля Я не блогер Точнее так Я не Господи Это очень сложно Определить Потому что Я определенно Все еще блогера Буду блогером Потому что Я буду снимать И выкладывать Но как-то хочется Дать какое-то Новое определение Я не тот человек Который будет Ставить Блогинг Выше своего Психологического здоровья Скажем так Мне не важно Сколько просмотров Набрало Предыдущее видео Совершенно Потому что От этого Ничего не изменится Совсем Я ничего От этого Не получу Никакого Эмоционального Позитива Потому что Только будет Какой-то Эмоциональный Позитив О, видео За ночь Набрало Столько-то То тут же Следующее Видео Ничего Не наберет У меня Сразу Вот Просто Как качели Как я уже говорила И мне просто Не нужно Этим заниматься Мне не нужно Следить за этим Мне не нужно Анализировать Мне не нужно Думать А что бы там Кто-то там Хотел увидеть Это просто Не для меня Есть люди Для которых Которые для этого Созданы Они вот прям Блогеры По натуре По природе Я очень мягкий Человек Я стала Открывать Какие-то Новые вкусы Я не знаю Как еда С этим связана Но как-то у меня С едой Тоже получилось Я стала Счастливей В целом Возможно Возможно Это временный Эффект И потом Это все Накопится В совершенно Другую сторону И что Любые Экстремальные Грани Они Не полезны Не для нашего Разума Не для нашего Тела Но я думаю Что до этого Я жила В какой-то степени Неправильно Потому что Очень много Инвестировала Своей энергии Во все это Я просто Потихонечку Открывала И себя Заново И Мир И город В котором я живу Я спрашивала себя Что я хочу делать Потому что У меня Очень долгое время Уже 6 лет Ютуб для меня Это очень Высокий Приоритет И я всегда Думаю О ютубе Если не в первую очередь То в третью Или в четвертую Или во вторую Точно И сейчас Я поняла Что это просто Не должно Быть для меня Приоритетом Номер один Это мое Хобби Это то Что мне нравится Делать Это не то Что я должна Делать Из-за чего Я должна Испытывать стресс Я просто Должна Найти сейчас В себе силы Чтобы защитить Себя от того Стресса Который я получаю На самом деле С своей головы Это не кто-то другой Про меня Что-то там Говорит Или делает Это просто Я сама Себя Извожу Я так В последнее время Думаю И Какая-то там Относительная Очень все Относительная Конечно Там известность В социальных сетях И так далее Ничего Это не сделало Меня счастливой Я точно хочу Отметить Что Этим видео Я не хочу сказать Что социальные сети Это зло Что это плохо Что нужно срочно Отгораживаться От них Что нужно срочно Забывать об их существовании Переходить на интернет Детокс Постоянный И вообще Не открывать Социальные сети Нужно Я думаю Просто найти Тот баланс Который Будет Комфортен Именно вам Сейчас я думаю Что это просто Не для меня Я сказала Это просто Миллион раз Но Тем не менее Я повторю ее Я просто Хочу немножко Я хочу сделать шаг назад В каком-то смысле И Стать Человеком Которым я всегда Хотела быть Нежели На самом деле Нежели Стать этим Человеком онлайн В данной ситуации Уже на данном этапе Это мое Собственное здоровье Которому я позволила Пошатнуться Из-за того Чтобы воспринимала Онлайн мир Слишком серьезно Я не должна была Этого делать Но с другой стороны Это по-любому Опыт И Это То Что не даст Мне повторить Этой ошибке Однозначно Вот Я не знаю Какой длины Получится это видео Потому что я планирую Делать разные вставки Но в любом случае Если вы досмотрели Его до конца Вам большое-большое Спасибо Я пока В данный момент Не отвечаю на имейлы По той же самой причине И Вам не обязательно Оставлять комментарии Вам не обязательно Вот Знаете Я бы никогда не думала Что скажу это Но вам не обязательно Тратить свое время На комментарии Если Это видео Хоть что-то Шевельнуло Вас То я очень рада Не бойтесь Менять что-то Иногда Когда вы говорите Чему-то Нет Только тогда Вы можете сказать Да Тому Чему вы По-настоящему Хотите Иногда мы даже Не знаем Чего мы По-настоящему Хотим Я всегда думала Что для меня Это Ютуб и социальные сети В принципе Это такая константа Что это Вот Одна из тех Немногих вещей Взгляд на которые И которые Для меня Никогда не изменятся Но Попробовав На время Изъять это Я поняла Что Моя жизнь Оказывается Без этого Даже лучше Просто Зачем я это делала Я не знаю Я не говорю Об абсолютном Иллюминировании Сетей Социальных сетей О том Чтобы вообще Никуда не заходить Это по-прежнему Клёво Это по-прежнему Креатив Но сейчас Я меньше Думаю О том Что я делаю Меньше Это анализирую И Из-за того Что я Меньше Стрессую Я сама Меньше Каких-то Тяжелых Негативных Эмоций Вкладываю В то Что я делаю Так что Да На сегодня Это все И я честно Могу сказать Я не знаю Когда будет Следующее видео Может быть Завтра Может быть Через месяц Я всегда Ваш Меньше 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 Субтитры создавал DimaTorzok